Ярмарка вакансий учебных рабочих мест – это событие, которое с нетерпением ждут как многие соискатели работы, так и работодатели. Мероприятие, организованное Одинцовским центром занятости населения, ежегодно помогает найти работу сотням людей. Ярмарка проводится у нас в Доме культуры и творчества с 11 часов времени проведения до 14 часов. Мы планируем, что за сегодняшний день ярмарку посетят в среднем, как это было в мае месяце, от 350 до 450 человек. Наиболее востребованными оказались технические профессии – уборщики, кассиры, операторы колл-центров. Это те профессии, актуальность которых возрастает с каждым годом. Меня пригласили в компанию Дорхан на собеседование и пригласили в компанию Водоканал. Поэтому пока вот такой результат. Гостями ярмарки стали более 20 одинцовских предприятий и учебных центров. С вакансиями организации можно было запросто ознакомиться на стендах. А ознакомиться было, кому мероприятие посетили сотни соискателей работы. Такие объемные ярмарки у нас проводятся в среднем раз в полгода на территории именно Одинцовского района. Кроме того, в соответствии с утвержденным графиком, который у нас действует, мы проводим мини-ярмарки на территории самого государственного казенного учреждения Одинцовского центра занятости населения. Многие сегодняшние соискатели работы – это те, кто совсем недавно занимал высокие посты в менеджменте и страховых компаниях. Причины сокращений и закрытия предприятий кроются в экономическом кризисе. На кампании сокращение произошло, поэтому пришлось стать центром занятости на учет. В рамках мероприятия с гражданами провели консультации по вопросам правильного составления резюме и методов успешного прохождения собеседования. Некоторые же гости уже решили все свои вопросы, найдя подходящую вакансию прямо на ярмарке. Несмотря на сравнительно невысокий уровень безработицы в Одинцовском районе, данная проблема все еще далека от своего завершения. Ярмарки-вакансии, подобные этой, позволяют людям надеяться на то, что они наконец-то найдут хорошую и высокооплачиваемую работу. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.